Ещё раз здрасте. Здрасте. Присоединяйтесь, пожалуйста, Татьяна. Весела и полна решимости приступать к любимому делу. Харковчанка Татьяна Тупоркова наконец-то вернулась в Самару. Балерина-солистка театра оперы и балета снова может репетировать и выступать. Проблема с пересечением границы сдвинулась с мёртвой точки благодаря вмешательству Александра Хинштейна. Я очень вас благодарна, приглашаю на все наши спектакли. Как хотите, приходите. В центре приёма граждан депутата Государственной Думы Александра Хинштейна многолюдно. Ольга Нестеренко пришла в надежде на помощь в проблеме, с которой столкнулись жители её дома на Клинической в Ленинском районе Самары. Обратились по поводу проведения благоустройства в микрорайоне Мичуринском в рамках программы «Комфортная городская среда». К сожалению, у нас есть вопросы по проведению этой программы. И по некоторым моментам мы не могли достичь с органами муниципальной власти взаимопонимания. Спорные вопросы рассмотрели в присутствии главы района. В 2018-2019 программа не была реализована. В настоящий момент она сейчас реализуется. Нас не устроит, в каких рамках она реализуется. То есть сделано им больше работы или меньше работы? Сделано меньше. Хорошо, но дело в том, что если бы можно было у вас, у дома, у вашего, создать ещё какие-то спортивные комплексы, мы бы с удовольствием это сделали. Мы бы у вас прошли всю территорию. Каждый пункт, с которым вы не согласны или считаете нужным это переделать, вы по таблице составляете. Чем быстрее вы это делаете, тем лучше. Соответственно, после этого Елена Юрьевна эту таблицу отрабатывает с точки зрения обоснований. И затем мы собираемся... На встрече с гражданами депутат взял на контроль и другие проблемные вопросы. Например, перекрытый доступ к Волжской акватории для лодочников, не выплаченные зарплатой работникам оздоровительного центра, участившиеся пожары в Запонском. Ситуация в посёлке Шмидта, он же Запонской, очень тревожная. Считаю, что было принято ошибочное решение ещё в 2012 году об упразднении там самостоятельно действуешь в пожарной части. Кстати, ещё тогда я вопрос поднимал, и тогдашнее руководство ГУИ МЧС брало на себя обязательство проблему решить, но этого сделано не было. Единственное, чего мы тогда добились, мы сумели разместить пожарный расчёт на частной территории станка завода. Депутат приравнивает Запонской конклаву. Район оторван от города, в него ведут только две дороги через железнодорожные переезды. В основной массе это частный сектор с преимущественно деревянными постройками и большим процентом безответственных социально жителей. Поэтому будет добиваться, чтобы в посёлке появилась собственная пожарная часть.